Аллилуйя 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 Слава Богу, дорогие, мне хотелось бы сегодня поднять одну очень интересную тему, которая на самом деле проходит через всю христианскую жизнь. Я так думаю, что она нам очень известна, потому что мы этим живем. Но через эту тему открывается то христиане мы на самом деле или нет. Это написано в соборном послании апостола Иакова, это первая глава, 22 стих. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Знаете, в современном переводе я читала, там написано, знаете, вот конец этого стиха написан так, иначе вы обманываете себя. Вот простыми словами. Если мы, например, читаем слово просто, знаете, как знание. Просто читаем и знаем, ой, я знаю, сколько книг в Библии, вы знаете, но живем по-другому, то мы обманываем самих себя. Мы, получается, то, о чем читаем, мы не исполняем. То есть мы просто слушаем. Например, знаете, в нашей христианской жизни, я думаю, часто бывают такие моменты, когда мы с кем-то общаемся, с кем-то делимся, да, на какие-то духовные темы. И просто слушаем. И, например, говорим, да, 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 ты прав, я помолюсь за тебя, вот, знаешь, Бог такое говорит. Но потом, когда мы произглашаем слово в свою жизнь, обязательно придет такой момент, где Бог посмотрит, а мы поступили так или нет? Успытает. Например, написано, ранами Иисусом мы исцелены. И ты кому-то говоришь, кого-то благословляешь и говоришь, знаешь, пусть эта вера будет крепче. Иисус тебя исцелил, да, ранами его ты исцелен, и ты должен принять это слово. Но и потом, знаете, вот у меня такое было, вот сейчас такой момент, когда у нас потихоньку все начали заболевать, и, слава Богу, уже все выздоровели. И у меня был такой момент, когда я задумалась, а моей веры хватит? Моей веры хватит, чтобы не заболеть. Моей веры хватит для того, чтобы, знаете, исполнить это слово, чтобы не просто кому-то писать, спрашивать, как вы, что вы, я за вас молюсь, все такое. Хватит ли моей веры? Смогу ли я исполнить то слово, которое я говорю людям? Я думаю, что это очень важно. Если у вас есть какие-то свидетельства, вы можете посвидетельствовать, потому что, мне кажется, сейчас это как раз-таки нужно. Да, они... Нужно свидетельствовать о том, где мы услышали слово и исполнили. Да, у меня тоже было очень много таких вот ситуаций, когда я говорила, слушай, да Бог тебя спасет, Бог там тебя исцелит, ранами Иисуса исцелены. А как только я заболела, это было под утро, я просыпаюсь и чувствую, у меня горло заложено. И просто я не успела открыть глаза, вот не успела открыть глаза, я уже говорю, всякую болезнь разрушаю во имя Иисуса Христа. Вот то, что я говорю, ты должен сражаться со своей болезнью. Но если я сама смиряюсь под свою болезнь и начинаю болеть, ой, знаете, сегодня не приду, так болею. А когда мне говорят, ну, ты сама говорила, да, Иисуса Христа, они не надо. И ты говорила, надо сражаться, надо так, 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 а ты этого не делаешь. Ты не исполнитель слова, а просто ты говоришь, это как бы пустословие. Ты со своей слова не отвечаешь, но когда ты говоришь, и это получается, как жизненный пример твой, то это да и аминь. Бог наш сражается, но когда ты говоришь, и это так, 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 так. Бог наш сражается, но когда ты говоришь, и это так, 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 так Кто такой, как ты, Господь наш, поем тебе на славу, велик наш Бога до нас Кто такой, как ты, Господь наш, поем тебе на славу, велик наш Бога до нас Знаете, я так думаю еще, что исполнение слова это вот, например, мы недавно обсуждали доверие Бога И я, знаете, почему эту тему, ну, в нашем молодежном чате мы обсуждали доверие Богу, да, тему И я ее открыла, и я так понимаю, что вот на самом деле, когда ты о чем-то думаешь Или вот, например, я недавно молилась, говорю, Господи, я тебе доверяю Делай то, что ты хочешь, вот я сосуд в твоих руках Я тебе на самом деле доверяю И после того, как я сказала, Господи, я тебе доверяю, пришли такие моменты в мою жизнь, что я думаю, что вообще происходит И так трудно иногда, знаете, быть исполнителем на самом деле Вот будем честны, будем откровенны Иногда очень трудно, зная Слава Божие, зная, даже читая его каждый день Очень трудно исполнять, потому что всегда что-то мешает Всегда, знаете, даже есть люди-христиане, которые так тебя иголочкой Так тык-тык-тык, а тебя же Бог обещал А где вот все, что Он тебе обещал Да, бывают такие, знаете, подстрекатели Но очень важно, чтобы в наших обстоятельствах вера, она всегда двигалась вперед Двигалась и шла дальше Потому что наше написано то, что если наша вера будет больше, чем горчичное земло То мы вообще горы сможем передвигать То есть ни одна проблема, ни какой-то, знаете, плохой момент в нашей жизни Или какие-то не очень обстоятельства, они не смогут нас сломить Если мы будем доверять Богу Это трудно, на самом деле, трудно полностью довериться Полностью уплывать на Бога Но когда... Я так думаю, но это мое мнение Я так думаю, что когда мы будем исполнять Слово Божие То сила придет потом Мы это, может, увидим через месяц, через два Может, через день, может, через час, через минуту Но мы увидим, что если мы на самом деле поступили по Слову То есть я просчитала то, что написано «Все заботы вы за жителями» Я так сделала Пришло испытание, там, да, какое-то, может, даже искушение, да Но я его прошла по вере, по Слову Я так думаю, что Бог потом еще приложит силу к этому Потому что я исполнила его Слово Я не просто просчитала и послушала, да Или мне там кто-то сказал, Юля, доверься Богу Я это исполнила И в жизни каждого христианина вот вера на первом месте Потому что без веры мы не сможем двигаться Мы не сможем расти И если мы будем так же просто говорить То, что «Да, я верю», но наша жизнь, она будет говорить об обратном То, что мы не верим в то, что Иисус может нас исцелить У нашей веры должны быть дела, должны быть плоды Должны быть действия Потому что если мы просто будем говорить «Да, Иисус исцелил меня», но не верить в это И не, как сказать, мы должны действительно понять «Да, Иисус исцелил меня, Он забрал все мои болезни, все мои грехи, все мои раны с собой на крест» Я полностью исцелена Мы должны и верить, и действовать Мы так и делаем, слава Богу Я на это очень надеюсь Потому что я вижу, как Бог нас так тихо-тихо, аккуратненько ведет Иногда мы падаем, иногда встаем Но я вижу, что Он через это нас проводит Для того, чтобы потом мы смогли сказать, что это дело не будет Это сделал Бог через нас Даже вот этот проект, то, что мы сейчас общаемся, делимся, несем это слово «Мир» Я думаю, Бог усматривает ситуацию в жизни каждого из нас Специально, знаете, проводит нас через такое место Где я недавно вспоминала, вчера буквально так общались Тоже молодежь вспоминала Псалом То, что ты устроил трапезу в виду врагов То есть настолько вот Божье присутствие с нами везде и всегда Что не исполнять Его слова – это, ну, грех Деликна с Бога, донах Деликна с Бога, донах Деликна с Бога, донах Вот насчет подстрекателей Очень много будет подстрекателей в нашей жизни Когда вот даже мы свидетельствуем кому-то из мира, да Мы говорим, Бог меня исцелил Бог меня ведет Бог, вот если бы не Бог, у меня бы этого всего не было А потом у тебя, к примеру, какой-то переломный момент Потому что Бог может испытать нас по-разному Он может все забрать, чтобы дать нам больше Но люди-то не знают этого И они говорят, вот, а где сейчас твой Бог? А почему Он сейчас тебе не помогает? Почему Тебя сейчас не хранит? И они так подстрекают немного нашу веру Враг через это действует, чтобы немного нашу веру опустить И напугать, да? И напугать каждого из нас Но вот мне понравилось то, что в Гиблии написано 365 раз «Не бойся» Потому что я Бог твой, не смущайся Я с тобой всегда... Если Бог сказал то, что Он с нами всегда То это да и аминь Мы должны быть исполнителями слова А не просто слушателями Даже сейчас то, что мы с вами просто разговариваем Мы должны потом это все применять в своей жизни Аминь! Хвалите Творца Вселенной Хвалите Творца Вселенной И камень нашего спасения Хвалите Творца Вселенной Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу, велик наш Бог Адональд Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу, велик наш Бог Адональд Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу, велик наш Бог Адональд Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе ему славу Велик наш Бог, Адональд Аллилуйя! Для меня открылось то, что вера у каждого, у всех она есть Просто главное верить или не верить Потому что во всем есть да или нет Если веришь, то надо двигаться к своей вере И к чему ты веришь А то, что ты сказала, хватит ли веры мне двинуться Я подумал, у нас вера всегда есть, когда мы хотим верить этого А когда чувствуем, что на это веры не хватает Это не веры не хватает, а терпения не хватает Надо вытерпеть это Надо пройти Потому что бывает в миг, что уже когда ты доходишь, достигаешь до конца И в этот момент, даже в эту же секунду, в это же время Бог отвечает И слава Богу за все Аминь! Да, и главное самое Верить и действовать Аминь! Поэтому, наверное, в Библии есть и терпение, и долготерпение То, что написано же к евреям, я вспомнила, когда Моисей говорил Там уже вот это есть, аллея славы Божьих людей И там получается, по-моему, так написано, я дословно не помню, как написано Но я помню, что там написано то, что чуть ли даже не Авраам мечтал увидеть то, что мы видели То, что видели апостолы, как они видели Христа Люди до этого, в ветхом свете, они мечтали это увидеть И сейчас мы, например, это видим, как Бог действует, какие чудеса Он делает Мы можем вообще с ним так общаться Хотя раньше людей Бог посещал, например, пророка То есть не было такого, что просто, например, тебе больно Тебе кто-то обидел, кто-то заделал Какие-то трудные испытания в жизни И не было такого Нет, люди надеялись на Бога Не было такого, знаете, как сейчас у нас такая, на самом деле, благодать Что мы можем прийти и сказать, Господи, я не могу Я не могу Если ты не поможешь, то кто поможет, да? Если ты не дашь мне терпения, долготерпение точно не откроется Потому что только после терпения появляется долготерпение И на самом деле, я думаю, что да, правильно Моисей сказал, что Если вот сравнивать тему, да, исполнители слова Доверие без терпения не получится Как и без веры угодить Богу невозможно Но и верить без терпения, да, без этого ожидания того, что я получу обещанное Что Христос мне обещал, я это получу, это же тоже терпение Мы же, знаете, не сидим такие, думаем Ой, ну я помолилась, и все, через 2 секунды Бог это сделает Бог нам ничего не должен Ничего нам не должен Да, у нас есть обетование, но Бог, он, знаете, независимый Бог Он суверенный Бог, который всемогущий и держится в своей руке И если он захочет, чтобы, например, сегодня случилось так Независимо от того, какая моя воля, что я сделаю Он сделает так, как по его плану Так, как у него задумано Даже мы через многое пройдем, но увидим вот эту славу Божию Если останемся верными до конца Да, потому что вот обычно в таких сложных ситуациях Бог проявляет каждого из нас Верны мы или нет, потому что у Бога на каждую ситуацию Мы даже, можно сказать, вот далеко не ходим Карантин, да? Да Мы смотрим И, знаете, было такое-то, что верных Бог прославит Ну, то есть через них явится свое слово, если мы будем верными Еще, знаете, вот возьмем такое время Ну, какой-нибудь год, такой год войны Знаете, соль, она всегда была очень дорогой вещью Очень дорогой вещью Потому что благодаря соли могли хранить и мясо без холодильника Ну, вот прям, она была вот на вес золота И именно во время каких-то трудных ситуаций Военные ситуации или еще какой-то То соль, она была настолько трепетной вещью В ней все нуждались Вот, все без исключения нуждались в соли Я думала в консерве Моисея, тогда консерв не было Ты знаешь, не было? Не было Ну, давай возьмем такое время, которое вот не было консервов Ну, в общем И знаете, в трудных ситуациях, таких штормовых Все нуждаются в людях, из которых будет сиять Иисус Христос Которые будут показывать всем своим видам, что они божьи дети Они помогут тебе Вот у него сейчас штормовая ситуация, к примеру Я скажу Не, у меня они будут Штормовая ситуация Да И вот я к примеру скажу Подойду к нему и скажу Знаешь, Бог тебе поможет Он тебя проведет И это, возможно, его подбодрит как-то Потому что соль добрая вещь И мы все с вами свет и соль этому миру И мы соль Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу Велик наш Бог и славу Кто такой, как ты, Господь наш? Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу Велик наш Бог и славу Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу Велик наш Бог и славу Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу Велик наш Бог и славу Кто такой, как ты, Господь наш? Кто такой, как ты, Господь наш? Поем тебе мы славу Велик наш Бог и славу Велик наш Бог и славу Знаете, я еще такую историю вспомнила Интересную из Нового Совета Это было про юношу Иисуса Христа Юноша подошел и спросил Что мне сделать, чтобы пойти в Царство Небесное? Это мое откровение Я его раньше нашла Это было мое откровение Я ему недавно говорила Но я ему еще давным-давно говорила Вот Неважно И он говорит Исполняй заповедь Он говорит Я сохранил от юности своей заповедь И не украдить Все вот эти заповеди Сохранил И Бог посмотрел Иисус посмотрел на него И полюбил его Представляете, когда мы исполняем Слово Божье Бог настолько вот просто смотрит на нас И я не знаю У него, наверное, настолько Сердце наполняется радостью Любовью Любовью к нам Он смотрит и говорит Это мои дети Они исполняют то, что я говорю На самом деле Вот Наверное, каждому из вас было бы приятно Если бы сейчас какой-нибудь маленький ребенок Подожгли к нему и сказали Не делай так И он взял Ну Не стал делать так, как он хочет Дай Бог Называлось, что будет так Вот И ты говоришь Не делай это И он не делает И тебе приятно Потому что он послушал тебя Да, послушал Да, благословляю Каждый раз Терпением, верой И еще Господа Если со временем Допустим, вера угасла То это уже не вера была А просто его было желание Чего он хотел Да Да И в паре Так что Как Иисус исцеляет слепого Да И он настолько поверил Он поверил во Христа Поверил в исцеление Он говорил Тебе не нужно ничего делать Только верь И благодаря вот этой его вере Столько чудес произошло Маленького мальчика Благодаря вере Его искали Его говорили Где вот этот мальчик Чудотворец Но он говорит Знаете, это все не я Это все Бог Только потому что я поверил Представляете Если мы верить будем Другие вырастать будут Он просто исполнял То местописание Где написано Что Иисус сказал Больше тех дел Которые я сотворила И он прочитал В фильме даже показывает Что он прочитал И после того как он услышал Он начал исполнять это Тогда в этом фильме Даже такой интересный момент Что на самом деле Это не было Он целый час стоял Помолился Он просто подходил И такой говорит Верь Вот этого мужчины Который с самого первого Он исцелил Там с ногой то что было Он же ему Я сейчас помню Он так подошел к нему Говорит Почему ты печалишься Он говорит Ну у меня типа Ноги нет И у меня жена Так плохо себя чувствует Я так хочу Даже не ногу Я хочу чтобы она радовалась И он помолился Ушел И как бы совершилось чудо Да И потом На самом деле Этот мальчик Являл вот славу Христа Через такие моменты У него просто Была вера Была искренность И доверие То что если я Если Бог мне это обещал Да То это так и будет И знаете Я вспомнила Что я хотела сказать Еще вчера об этом задумалась Так важно Когда у нас Вот мы тему доверия Еще уже обсуждали Так важно Когда у нас сердце открыто К слову Вот даже когда Вот мы в таком общении Например Вот куда проходим ситуацию Какие-то бури Штормы Может даже не штормы Может гладь Но просто проходим И очень важно Когда сердце открыто Вот вчера мы Мне нужна была вчера Тема доверия Богу Потому что ну Прохожу какие-то моменты Ищу Бога Хочу на самом деле Довериться Ему И Ева тогда Какое-то откровение написала Я такая посмеялась И поплакала Потому что ну Это реально трудно Иногда Когда ты Вот особенно В нашем простом общении Я очень часто это вижу Как знаете Через кого-то Бог отвечает Вот даже в простых вещах Даже в одном предложении Бог может ответить Да Вот мы обсуждаем эту тему Да И кому-то приходят Откровения Кому-то приходит еще что-то И настолько вот Я в этом вижу Божья любовь к нам Что он все так располагает Чтобы наши сердца Были открыты К этому слову То есть даже Даже не к обличению Но к обличению тоже Очень важно Чтобы было сердце открыто Но именно знаете К тому чтобы вот принять слово Аминь 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 Да Без веры уходить Богу невозможно И просто на примере этого мальчика Мы смотрим то что Он не просто прочитал буквы То что Вы там будете делать Больше всех Он принял это слово в дух Он принял это слово в дух Растворил его верой И потом начал это говорить всем То есть он Сразу исполнил все что говорил Бог Он говорит Идите и проповедуйте И он через это проповедовал Про Христа Говорят Ну это ты сделал Как ты это сделал Говорят Не я Это Бог сделал И в любой нашей ситуации Трудно и нетрудно И мы все равно должны говорить то что Это Бог сейчас сделает в моей жизни И я верю то что он меня исцелит Я верю то что он меня проведет через эту ситуацию Он обратит все во благо Аминь Вы помните такое местописание Любящим Бога Призванный по Его изволению Все содействует Благодаря тебе Господь Мы прославляем тебя Иисус Возносим твое святое имя среди всех народов Ты один достоин Принять всю славу и все поклонение наших сердец Нет подобного Богу нашему Ты свят Израиль Великий и чудотворный Бог Ты Бог который сейчас творит чудеса и тут Ты здесь Ты с нами Ты касаешься наших сердец И ты творишь все новое Мы славим тебя Мы любим тебя И благодарим тебя за все что ты делаешь в нашей жизни Иисус Велик наш муха Туна 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 Я так радуюсь, что Бог, он вновь и вновь, знаете, дает вот эту возможность нести Его Слово, я думаю, что через вот это наше служение Бог не только будет нас обрезать, будет с нами работать, но через это, знаете, еще славой будет распространяться, я в это верю, честно. Я благодарю Бога за такую возможность, что у нас есть такой момент, знаете, такой даже вот жажда сердца, это же не просто так собрались, пришли, поговорили, это же жажда, стремление такое вот нести Его Слово в мир, я предлагаю нам сейчас помолиться всем вместе, благословить нашего Бога, благословить тех, кто будет слушать нас, смотреть нас, чтобы на самом деле еще больше и больше Христос распространялся в жизни каждого, и чтобы, знаете, жалко много, делатели мало, но делатели нужны. Аминь. Здесь сидят делатели. Аминь. Аллилуйя, дорогой Господь, Отец, спасибо Тебе за прекрасное время, где Дух Твой Святой, Он работал с нашими сердцами и будет работать, Господь, спасибо Тебе. Мы благословляем этот проект, благословляем каждого, кто будет его смотреть, Отец, просто сойди Духом Твоим Святым. Кто сейчас болеет, кто в немощи, Господь, прошу, исцели и восстанови полностью силы во имя Иисуса Христа. Пусть Слово Твое вселяется в них верою обильно во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, ту тему, которую мы сегодня обсуждали, чтобы она на самом деле была жива и действенна в жизни каждого, Господь, во имя Иисуса Христа. Помоги нам не только слушать Твое Слово, но и исполнять, Отец. Славим Тебя и превозносим. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Кто такой, как Ты, Господь наш, поем Тебе на славу, велик наш Бога до нас? Кто такой, как Ты, Господь наш, поем Тебе на славу, велик наш Бога до нас? Кто такой, как Ты, Господь наш, поем Тебе на славу, велик наш Бога до нас? До того, как Ты, Господь наш, поем Тебе на славу, велик наш Бога до нас? Субтитры создавал DimaTorzok